С вами новости спорта и я Марина Азябина. Здравствуйте и начну с хороших вестей из Хорватии, где завершился розыгрыш наград чемпионата первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия. В составе российской команды, напомню, выступали там и наши земляки. Юлия Каримова, Николай Килин, а также два юниора. Полина Болоткова и Андрей Чиликов. На их счету в итоге пять медалей. Золото завоевали Каримова и Болоткова, две бронзы Чиликов и одну Коньков. Не остались без наград наши земляки на Кубке страны по маутинбайку. Соревнования прошли в Краснодарском крае. В гонке в гору Анна Миролюбова показала лучший результат дня. Станислав Антонов занял третье место, а Григорий Калашников финишировал десятым. Впереди у гонщиков всероссийские соревнования в Псибайе. Далее о волейболе. В Череповце завершился первый финальный тур чемпионата страны среди женских команд высшей лиги Б за места с первого по шестое. Ижевская команда «Италмаз» из ГТУ встречалась с клубами из Брянска, Омска, Иркутска, Самары и Череповца. И во всех матчах ижевчанки своим соперникам уступили. В турнирной таблице они на шестом месте. Впереди второй финальный тур. Пройдет он в середине апреля в Иркутске. В труду и обороне готовые спортивные семьи Удмуртий успешно выполнили испытания комплекса ГТУ в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы готовы». В программе фестиваля, в котором приняли участие 13 команд, пока было 4 вида. Какие и как с ними справились участники, сейчас расскажем. Парад открытий, приветствие команд, традиционная разминка и сразу на старт. Каждому участнику этого семейного фестиваля представилась отличная возможность показать все, на что он способен. И побороться не только за победу, но и за путевку на всероссийский этап. Получился такой нюанс, что очень сложно было собрать семью, в которой три поколения активно занимаются физкультурой и спортом. Ну, слава богу, такие семьи нашлись. Есть у нас семьи, которые все три, а то и четыре поколения занимаются, ведут здоровый образ жизни. Они многие здесь и будут бороться за путевку в город Сочи. И бегают, и плавают, и катаются на лыжах и коньках. Чураковы из Ижевска со спортом давно на «ты». Ирина КМСП, аэробики, Константин по плаванию. Дочь Ева занимается художественной гимнастикой, так что выполнить нормы ГТО труда большого им не составило. Давно хотели сдать нормы ГТО, но тут выпал нам такой шанс, что еще одновременно разыгрывается путевка в Сочи. Конечно, мы решили выложиться на максимум, а там уж как получится. Ничего сложного в этом нету. Надо просто вовремя подготавливаться, поддерживать всегда физическую нагрузку, держать все мышцы в тонусе, и можно получить легко тут золотой значок. Дисциплины семейного фестиваля – классические. Бег на 60 метров для детей, для взрослых – 2,3 километра, а также гибкость, пресс, подтягивания, отжимания. Все семьи поддерживали друг друга и, проходя и успешно очередное испытание, радости не скрывали. Давай, давай, давай. Молодец. Вот и Наталья Костяева, защищающая честь семи Чураковых, справилась. Она ведет активный образ жизни, физподготовка хорошая, так что детям ее долго уговаривать не пришлось. Наталья Геннадьевна легко согласилась принять участие в фестивале. А что меня подвинуло, как говорится, подстегнуло, так это желание моих детей. То есть я поддержала своих детей. Раз они хотят, то у меня выбора уже не было. Чем сами занимались раньше? Ну, легкая атлетика, наверное. Так, просто всем. Дисциплины все пройдены, баллы подсчитаны. Победителем фестиваля стала семья Чураковых из Ижевска. Именно они будут представлять Удмуртию на всероссийском финале в Сочи. Серебро досталось Трефиловым из Ярского района, бронза – Петуховым из Силтинского. Определились победители и первого в истории Удмуртии фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов республики. В нем приняли участие 16 команд. Борьба была честной, спортивной и очень напряженной. Нашим спортивным комментатором был вичужанин Вячеслав Алексеевич. И даже он, тот, которого уже не удивить в спорте, он был на самом деле поражен тем рвением, тем азартом, который выдавал каждый спортсмен. И когда бежали на длинные дистанции, женщины – это 2 километра, мужчины – это 3 километра, был такой спортивный азарт, что у нас даже люди, ну не добегая, просто падали без сил. И в общем, как могли, кровью и потом защищали честь своих предприятий. Третье место заняла в итоге сборная Ижевского радиозавода. Второй была команда «Купола» первой «Аксиона». Победители поедут в конце апреля в Сочи на Всероссийский фестиваль среди трудовых коллективов. А по соседству в Тиридинамо выявлялись сильнейших на первенстве Удмуртии – стрелки из лука. Собралось их на рубежах около 50 человек. В программе были стрельба из классического и блочного лука. Для ребят этот старт был этапом подготовки к крупным соревнованиям. Я готовлюсь к Бирску, чтобы выполнить норматив мастера спорта. Это соревнование, и тут скорее как тренировка перед Бирском. Далее у нас в планах начать летний старт, то есть это Алушта, это Орел, дистанция 50-70 метров. И в планах уже попасть в сборную страны. В итоге самыми меткими в стрельбе из классического лука стали Юлия Байбахтина и Игорь Рогатнев. Из блочного Анастасия Нестерова и Алексей Напольских. Многие атлеты на этом старте выполнили взрослые разряды. И в республиканском турнире по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой. Заявилось на этот старт традиционно рекордное количество человек. Более 600 юных спортсменов 15 лет и младше. Награды они разыграли в гонках на 2, 3, 5 километров. Отметим победителей в своих возрастных группах. Это Анна Грекова, Аделина Бодрединова, Александр Николаев и Роман Ладыкин. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова